Что именно стало причиной неуправляемого полёта и взрывной разгерметизации? На месте крушения российского самолёта в Египте продолжают работать специалисты. На каникулы в Москву ребята из Наринмара, Оксина, Искателей и Красного отправились по военно-патриотическим маршрутам Родины. С главными событиями этого дня в студии Ирина Цепитова. Президент страны Владимир Путин держит ситуацию с крушением самолёта в Египте на постоянном контроле. Последние данные о катастрофе он получил от министра транспорта Максима Соколова, который возглавил комиссию по расследованию крушения российского лайнера. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин воспринял произошедшее, как и все россияне. Между тем, в авиакомпании «Коголымавиа» исключили техническую неисправность самолёта «Шарм-эль-Шейх» Санкт-Петербург, потерпевшего крушение в Египте 31 октября и влияние на неё так называемого человеческого фактора. Самолёт перед ударом о землю был неуправляем и падал. Такие выводы сделал замгендиректора «Коголымавиа» по техническим и производственным вопросам Андрей Аверьянов. Что именно стало причиной неуправляемого полёта и взрывной разгерметизации самолёта, он уточнять не стал. Самолёт подвергся большим физическим перегрузкам, которые человеческий организм выдержать не может, предположили в авиакомпании. Однако строить догадки, что стало именно причиной приведшей к катастрофе, представители авиакомпании отказались. Экипаж лайнера полностью потерял работоспособность, когда борт начал падать на землю, считает замглавы авиакомпании Виктор Юнг. Именно поэтому в эфире была тишина, и пилоты не отправили сигнал СОС. При этом в авиакомпании подтвердили, что у потерпевшего крушение самолёта ранее было повреждение хвостовой части, но борт был в нормальном техническом состоянии во время последнего полёта. Проверка разбившегося в Египте российского самолёта А321 на усталость металла проводилась в прошлом году. Кроме того, ни одного замечания в бортжурнале от экипажа по техническому состоянию самолёта перед вылетом не было. То, что самолёт вылетел точно по расписанию, подтверждает его техническую исправность. Экипаж не предпринимал никаких действий и процедур, отличных от стандартных перед вылетом. Соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Египте выразил глава Неницкого округа Игорь Кошин. Цитирую. «Никакие слова не помогают, когда речь идёт о потере близких. Нам остаётся лишь помнить ушедших, ценить жизнь и каждый день. Неницкий округ скорбит вместе с родственниками погибших в авиакатастрофе», – сказал Игорь Кошин. А сегодня печальная весть пришла из Наринмара. На 97-м году жизни ушёл ветеран Великой Отечественной войны Даниил Павлович Терентьев. Даниил Павлович Терентьев был призван в ряды Красной Армии в 1939 году. Служил в 12-й стрелковой дивизии Благовещенского укреплённого района на страже границы вдоль Амура. В 45-м году участвовал в советско-японском конфликте. Неницкий округ Даниил Павлович вернулся только в 47-м. Ветеран будет захоронен на Малой Родине в Хангурее. Губернатор и администрация Неницкого округа выражают соболезнования родным и близким Даниила Павловича. «Несмотря на все законы жизни, безумно грустно, когда уходят наши ветераны», – говорит глава региона Игорь Кошин. «Поколение, равного им по стойкости духа, умению любить жизнь, боюсь, больше не будет. Нам остаётся только преклоняться, советоваться, учиться и ценить время, пока они с нами. Мои искренние соболезнования родственникам Даниила Павловича. Таким отцом и дедушкой можно только гордиться». За плечами Даниила Павловича остались тяжёлые испытания военного лихолетия и доблестный труд по восстановлению страны после окончания Великой Отечественной войны. Вся жизнь этого человека является бы пример героического служения Родине, честного труда на благо родного Неницкого округа и просто доброго и внимательного отношения к окружающим людям. Отдавая дань памяти, по военно-патриотическим маршрутам отправились подростки из школ Нарьинмара, Оксины, Искателей и Красного. За неделю ребята познакомятся с достопримечательностями, посетят киностудию «Мосфильм», побывают в Тульском Кремле и Музее оружия. Спустятся в бункер 42 и пройдут секретными коридорами запасного командного пункта «Таганский». Мне позвонили наши соцпедагоги и сказали, ну, хочешь ли ты полететь? Ну, я, естественно, согласилась. Согласилась она и еще 65 юных патриотов. Для каждого любовь к Родине и дань предкам не пустые слова. Впрочем, для Седовиситовой занятия в военно-патриотическом клубе – отправная точка. Девушка хочет стать военной. Мне это пригодится в жизни, потому что я сама хочу поступать на высшее военное. А вот уже думала на высшее военное куда именно? По какой направленности? Я хочу на обеспечение национальной безопасности, федеральной службы безопасности, либо в Министерство обороны. Ну, а для тех, кто еще не определился с будущей профессией, это поездка – почва для размышлений. В маршрутном листе проекта «За нами Москва», столица России, Тула и Калуга. Ребята познакомятся с достопримечательностями, совершат экскурсию на киностудию «Мосфильм», побывают в Тульском Кремле и Музее оружия. Спустятся в бункер 42 и пройдут секретными коридорами запасного командного пункта Таганский. Также увидят диорамы на Поклонной горе и побывают в сердце столицы в Московском Кремле. Это очень интересный проект, который разработан еще в 2014 году военно-патриотическим обществом. И повысит как раз, подстегнет, так сказать, да, наверное, и улучшит патриотическое воспитание в нашей стране. И очень хорошо, что дети проявляют интерес к этому направлению. Вторая группа школьников по маршрутам Победы отправится уже 8 ноября. Правда, уже в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Дети посетят достопримечательности, создавшие Петербургу славу одного из красивейших городов мира. Места связаны с героической обороной города с 1941-1944 годах. Планируется экскурсия «Ладожская дорога жизни» и посещение ансамбля из 32 памятников. Примечательно, что обе поездки финансируются за счет федерального бюджета в рамках национальной программы детского культурно-познавательного туризма. Алина Волучейская, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В округе продолжается прививочная кампания. По данным Роспотребнадзора, план по вакцинации еще не выполнен. Почему люди все чаще отказываются от прививок, выясняла наша съемочная группа. Реестр ветких и аварийных пополнился. Еще три городских дома признаны подлежащими сносу. Тарифы на коммунальные услуги в 2016 году вновь вырос. Тут премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, в котором прописан размер индексации на коммуналку в следующем году. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Больше всего тарифы ЖКХ вырастут в Москве на 7,5%. В северной столице этот показатель составит 6,5%, а для Нинецкого округа – 4,4%. Ниже нашего показателя тарифы будут в Саратовской и Сахалинской областях, Тамбовской, Тверской, Томской и Тульской областях и в Чукотском автономном округе. Жилищно-коммунальные услуги подорожают во втором полугодии 2016 с 1 июля. В департаменте строительства ЖКХ, энергетики и транспорта прорабатывается вопрос о снижении стоимости услуг для населения за счет повышения эффективности предприятий. В частности, рассматривается опыт сходного по климатическим условиям Когалыма. На сегодняшний день стоимость гигакалорий в Наринмаре составляет 2600 рублей. В то же время в Когалыме, который расположен в похожих климатических условиях, с сопоставимым уровнем доходов населения и затрат на выработку тепла, этот показатель – 1300 рублей, отметил заместитель губернатора НАО Алексей Кайдалов. По его словам, мы намерены использовать позитивный опыт наших коллег из Когалыма в части передачи предприятий в концессию. По мнению специалистов департамента, это поможет решить проблемы с долгами, повысить эффективность, провести модернизацию сетей и оборудования и внедрить новейшие энергоэффективные технологии. Проще говоря, за счет повышения эффективности и снижения издержек организации попытаются вывести из кризисного состояния. Еще три городских дома признаны аварийными и подлежащими сносу. Распоряжение о признании построек аварийными подписала мэр Наринмара. В приестр ветхих и аварийных попали три двухэтажки 62-го и 75-го годов постройки. Это дома по адресам переулок Рыбацкий, дом 16, улица Совхозная, 11 и Ленина, 30. В них проживает около 100 горожан. По документу они должны получить новые квартиры до конца 2019 года. А с октября текущего владельцы квадратных метров в этих двухэтажках будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт. Из деньги, которые они уже успели внести на счет регионального оператора, будут потрачены на снос аварийных строений или могут быть возвращены собственникам жилых помещений. Добавлю сейчас, в реестре домов, признанных непригодными для проживания, в окружной столице значатся 44 многоквартирных дома. Сезон лука и чеснока. Несмотря на то, что период вакцинации от гриппа в стране уже официально завершен, в регионе он пока еще продолжается. Всему виной массовый отказ родителей прививать своих детей. Мол, от этой процедуры никакой пользы, а шансы заболеть, наоборот, только возрастают. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в округе против гриппа привито чуть более 10 тысяч человек. По плану нужно больше. Почему люди все чаще отказываются от вакцинации, выяснял Олег Котензейский. Основной удар опасные вирусы наносят по молодежи. Впрочем, студентка профессионального училища Татьяна Григорова теперь чувствует себя вполне защищенной в буквальном смысле. Прививку от гриппа она сделала еще две недели назад. Побочных эффектов от введенного препарата ее организм не почувствовал. Мне без разницы. Мне говорят, что лучше делать. Я и делаю. Но это же не вредно. Я думаю. Отнюдь далеко не все с этим согласятся. Многие уверены, прививка от гриппа, наоборот, повышает шансы заболеть этим недугом. А еще, якобы, препарат вызывает неприятные последствия. Головную боль, тошноту и ломку. Я сделала раз, и мне было очень плохо. Потому что не каждый может время приходить. То есть после этого вы перестали делать, да? Вы болеете, нет? Я, нет. В кабинете, где проходит вакцинация, ни одной живой души. По словам медика, желающих привиться с каждым днем становится все меньше. В основном, по статистике, это люди пожилого возраста. Чтобы не болеть. Я каждый год делала. Да ничего так-то. Сам препарат мы решили испробовать на себе. Вот он. Называется Гриппол Плюс. Чтобы понять, действительно ли есть побочные эффекты. Это, пожалуй, тот редкий случай, когда прививку от гриппа я делаю не по собственной воле, а для того, чтобы стендап получился эффектным. Ладно, готов. Колите. Вся процедура занимает буквально несколько секунд. Скажу честно, абсолютно не больно. Спасибо. Первые 15 минут ощущалось слабое головокружение. Ну а после состояние нормализовалось. Однако врач сразу же предупредил. Вечером может подняться температура. Наверное, как раз это и пугает родителей, которые отказываются прививать своих детей. Проблемы возникают с вакцинацией детского населения. Больше в городе Наринмаре. Село прививается лучше всегда. Каждый год число отказов родителей от вакцинации детей увеличивается. Из-за того, что средства массовой информации распространены, интернеты, компании против гриппа, поэтому это все ведет к тому, что число отказов возрастает каждый год. Массовый отказ от прохождения вакцинации наблюдался и среди преподавателей. В прошлом году прививку от гриппа они пожелали сделать сразу 76 человек. Все они учителя пятой школы. Роспотребнадзор обратился в суд и дело выиграл. Педагогов обязали сделать прививку. В соответствии с федеральным законодательством об иммунопрофилактике инфекционных болезней отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме граждан на работы или отстранение от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, в том числе работы в образовательных учреждениях. Вообще делать прививку от гриппа насильно, конечно, не заставляют, рекомендуют. Впрочем, если отказ идет массовый, то Роспотребнадзор прибегает уже к другим методам, например, к суду. Итак, вакцинации подлежат следующие категории граждан. Медицинские работники, работники образовательных учреждений, работники транспорта, коммунальной сферы, торговли, лица старше 60 лет и лица с хроническими соматическими заболеваниями. Если же ребенок не привит от гриппа, то его напросто могут не допустить к спортивным соревнованиям, музыкальным фестивалям и даже к новогодней елке, в том числе кремлевской. Год назад так и было. На праздник не пускали тех, кто отказался от вакцинации. Впрочем, последнее решение все же за человеком. Первая волна заболеваемости опасным вирусом в регионе ожидается сразу после новогодних каникул. Так что время привиться еще есть, как минимум неделя. Олег Котензийский, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Жители Неницкого округа стали участниками всероссийской акции «Географический диктант». Проверить здание школьного предмета вызвались 130 человек, в их числе и наша съемочная группа. Моя страна – Россия. Первый всероссийский «Географический диктант» прошел по всей стране. 1 ноября в 12 часов по местному времени двери открыли более 200 площадок для проведения образовательной акции. Тест включил в себя 25 заданий и состоял из трех частей, решить которые необходимо было за один академический час. Эта акция организована Русским географическим обществом по поручению президента Владимира Путина. Обращаясь к участникам, глава государства сказал, что он искренне рад тому, что идея проведения фестиваля РГО получила широкую общественную поддержку. Объединила большое количество людей самых разных возрастов, профессий, увлечений. Тех, кто искренне любит Россию, интересуются ее историей и самобытными традициями. Кто чувствует сопричастность и личную ответственность за сбережение нашего уникального культурного природного наследия. Свои знания по географии проверили и Нарин Марцы. Моя коллега Алина Волучейская также оказалась в их числе. Выберите из списка город, расположенный в водосборном бассейне Карского моря. На этот вопрос практически все участники географического диктанта в окружной столице ответили правильно. Верный ответ Нарин Мар. Часть вопросов всероссийской акции действительно оказалась достаточно легкой. Вопросы, касающиеся общих направлений, то, что дается в школьной программе, например, с такими ответами, как вечная мерзлота и урбанизация, они были простые. И очень понравилось, что был вопрос про Нарин Мар. Прекрасный и замечательный вопрос. Очень надеюсь, что многие на него ответили, те, кто живут не в Нарин Маре. Понравились вопросы, касающиеся, ну, например, очень понравился вопрос, где строится сухой суперджет. Вот, я думаю, что все знают ответ на этот вопрос, но лишний раз поковыряться в памяти, да. И таких желающих поковыряться в своей памяти в Нарин Маре набралось порядка 130 человек. Акция началась в полдень. Всем желающим проверить свои знания выдали бланки. Кстати, тестирование анонимное. Участникам присваивался индивидуальный код. На решение задания отвели 45 минут. Сразу после бланки с ответами участники сдали на проверку. Проверять работы будут коллеги из Русского географического общества Москвы. Мы собираем анкеты, то есть вот у нас анкеты, они анонимные, результаты в них написаны. Мы их сканируем, отсылаем в Москву. И до 10 декабря они проверяют все результаты. Узнать свои оценки участники смогут на сайте Русского географического общества после 10 декабря. Всего же по стране в этот день свои знания в области географии проверили десятки тысяч человек. В войну они спасали солдат от холода и ранений, ими снаряжали арктические экспедиции. Незаменимы они были в пору веселых зимних гуляний. Все это о валеных сапогах или, проще говоря, валенках. Какое еще применение нашли традиционные обуви в Наринмаре, узнаем у Любови Пермяковой. Русское чудо-выставка под таким названием открылась в детском саду «Радуга». И чудо здесь на каждом шагу. Герои русских сказок. Волки, медведи, мышки. Здесь есть даже самолет. И все это из валенка. Участниками выставки стали воспитанники, их родители и педагоги детского сада. Идея русского чуда проста и красива. Обычный валенок нужно было превратить в арт-объект, используя любые материалы и средства. Арт-выставка вызвала настоящий ажиотаж у детей и их родителей. Организаторы экспозиции и администрация садика не ожидали, что более 50 валенок шагнут в мир сказок и обретут новую жизнь. Думали, что будут трудности. Но педагоги, родители, особенно дети, очень активно были вовлечены в этот процесс. И я думаю, получили все, наверное, такое удовлетворение от совместного творчества и от полученного результата. Сегодня валенки возвращают к себе любовь горожан, а для модельеров, дизайнеров это актуальный опыт для творчества. И на нашей выставке можно увидеть не только оригинальные дизайнерские валенки, но и различные образы. Образы на этой выставке самые разнообразные и характерные. Кот Васька выглядывает из-за печи с добычей в зубах. Тройка оленей с национальным колоритом, два белых братца кролика по соседству с серым волком. Здесь серый волк, словно герой из советского мультфильма «Жил-был пес». Пела душа и у русского народа, когда посвящали традиционные обуви, чистушки и песни. Чего только стоят знаменитые валенки в исполнении Лидии Руслановой. Именно из неподшитых и стареньких появились новые герои, которые станут экспонатами будущего мини-музея русского валенка в стенах детского сада «Радуга». Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Такой была информационная картина этого дня. Все новости есть на нашем сайте www.trk.ru. Далее прогноз погоды. Продолжение следует...